Ганс Христиан Андерсен Оли Лукоя Среда Ну и дождь лил Ельмар слышал его шум даже во сне Когда же Оли Лукоя открыл окно Оказалось, что вода стоит вровень с подоконником Целое озеро Зато к самому дому причалил великолепный корабль Хочешь поехать, Ельмар? Спросил Оли Побываешь ночью в чужих краях А к утру опять дома И вот Ельмар в воскресном платье Вдруг очутился на великолепном корабле Погода мгновенно прояснилась И корабль поплыл по улицам мимо церкви Кругом было сплошное огромное озеро Наконец он уплыл так далеко, что земля скрылась из виду В поднебесье летела стая аистов Они тоже покинули родину и направились в дальние теплые края Летели они длинной вереницей Аисты были в пути уже много-много дней И один из них так утомился, что крылья почти отказывались ему служить Он летел позади всех, потом отстал И начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже Вот он взмахнул ими еще раза два Но напрасно Вскоре он задел за мачту корабля Скользнул по снастям И бух, упал прямо на палубу Юнга подхватил его И посадил в птичник к индейкам, уткам и корам Бедняга аист стоял и уныло озирался Ишь какой, закудахтали куры Индюк надулся, что было силы И спросил у аиста, кто он такой А утки пятились, толкались и крякали Дурак, дурак И вот аист рассказал им о жаркой Африке О пирамидах и о страусах Которые носятся по пустыне так же быстро, как дикие лошади Но утки ничего не поняли И опять стали поддакивать И подталкивать друг друга И крякать Правда он дурак Конечно дурак, подтвердил индюк И от возмущения надулся и злопотал что-то Тогда аист замолк и стал думать о своей Африке Какие у вас чудесные тонкие ноги, сказал индюк Почем за оршин? Кряк, кряк, закрякали смешливые утки Но аист как будто и не слыхал ничего Могли бы и вы посмеяться с нами, сказал аисту индюк А ведь и хлестка я сострил, добавил он Или вы шуток не понимаете? Или вы тупоголовый? Что ж, позабавимся без него И он снова залопотал что-то Курицы закудахтали, а утки закрякали Им было очень смешно Но елимар подошел к птичнику Открыл дверцу, поманил аиста И тот выпрыгнул к нему на палубу Он уже успел отдохнуть И вот аист склонил перед елимаром голову Как бы в знак благодарности Взмахнул широкими крыльями И полетел в теплые края Куры опять закудахтали Утки закрякали А индюк так надулся Что гребешок его побагровил Завтра из вас сварят суп Сказал елимар И проснулся в своей кроватке Славно они с Олей Лукоей Попутешествовали этой ночью Славно они с Олей Лукоей